Новогодние подарки доехали в зону спецоперации. Мобильные бани, тепловизоры, противодронные ружья, внедорожники и теплые вещи были закуплены Народным фронтом. На деньги проекта все для победы. Их собрали неравнодушные россияне. И вот все необходимое бойцам на передовой доставлено на место. Четыре новых региона страны. Вы самые главные люди сегодня в стране. Мы все либо должны быть здесь вместе с вами, либо должны всем помогать, создавать вам условия для того, чтобы почувствовали себя уверенно и спокойно. Мобилизованные из Ростовской области, которые сейчас в ЛНР, записали видеообращение. Привет родным и близким. И попросили их передать. Всего хватает. Мы полностью обеспечены. У нас все в порядке. Конечно, хотелось бы домой попасть поскорее. Но сколько надо, мы столько здесь и пробудем. Так что победа будет за нами. С наступающим Новым годом всех. Выпускники-отличники вузов смогут брать ипотеку под всего 1% годовых. Такое постановление подписал губернатор. Касается это двух профессий – врач и учитель. Красный диплом должен быть получен с 2021 года. Соискатели должны работать по специальности в Ростовской области, государственной медицинской или образовательной организации. И, конечно, нуждаться в улучшении жилищных условий. Взять такую ипотеку поможет агентство жилищных программ. Господдержкой отличникам будет ежемесячная бюджетная субсидия на 10 лет. Жилье должно покупаться на первичном рынке. А еще это может быть строительство частного дома с использованием жилищного кредита до 6 миллионов рублей. В следующем году на этот проект, запущенный для привлечения квалифицированных кадров, выделено больше 26 миллионов рублей в расчете на 50 выпускников-отличников. Талантливых и активных школьников и студентов пригласил на утренники в театры и музеи губернатор. На предновогоднем интерактивном приеме с предложением поощрить детей. К Василию Голубеву обратились педагоги из Багаевского, Семикаракурского, Мартыновского, Орловского, Никлиновского, Каменского районов и Шахт. Так, например, в семье из небольшого поселка Садового отец мобилизован, мама в декретном отпуске. И приехать на праздник с двумя маленькими детьми ей сложно. По решению губернатора малыши посмотрят в театре кукол «Сказку братья Месяцы». Миша и Даша из Мартыновского района, чей папа также участвует в спецоперации, приглашены на губернаторскую елку в музтеатр. А студенты Шахтинского техникума сервиса и дизайна, которые шьют теплые вещи для военнослужащих, уже завтра побывают в Азовском музее-заповеднике. Девочкам большое спасибо, пожалуйста, передайте за то, что они вот так ко всему относятся, что они граждане нашей страны, достойные граждане нашей области. Спасибо им большое. Приглашение на новогодние представления получили и несколько отличников учебы. Губернатор поручил обеспечить всех ребят транспортом. Елка желаний наряжена, новогодняя акция стартовала. На карточках шарах написаны желания детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и с ограничениями здоровья. А исполнят их представители правительства и депутаты. Губернатор снял с новогоднего дерева шары с мечтами четырех ребят. Даниил из Таганрога хотел бы получить фотоаппарат. Семилетние близнецы Юлия и Ксения – велосипеды, а одиннадцатилетняя Полина просит микрофон для караоги. Участвовать в елке желаний, я думаю, это хорошая традиция, и мы с вами сможем порадовать наших маленьких детей в самых разных частях Ростовской области. Уверен, что детишки ждут новогоднего чуда, как мы с вами в новогоднюю ночь будем заказывать желания на будущее. Поэтому надеюсь, что все это сбудется, а мы поможем нашим девочкам и мальчикам получить хорошие подарки, сувениры. Обязательно их поздравим с прекрасным новогодним праздником. Власти исполнят больше 120 детских желаний. Непразднично завершился год для пересвета Юфун. Наши баскетболистки играли последний матч 2022 дома с Енисеем. Соперник вроде бы не уровня у ГМК или Курского Динамо, середняк, но шансов нам не дал. В первой четверти отстаем на 9 очков. К большому перерыву отрыв вырастает до минус 14. А третий период просто провален. Ничего не залетает у ростовчанок. Всего 5 набранных баллов, а соперницы набросали 17. Так что к заключительному отрезку Надежд нет. Даже призрачных 26 очков за 10 минут не отыгрываются. И хотя тут наших прорвало, они смогли выиграть в четверти 24-12. Это, естественно, не помогло. Поражение пересвета Юфу 60-74. И следующая игра уже в новом году. 5 января дома с Надеждой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова